И сегодня впервые мы можем представить вам наиболее полный обзор той рекламной продукции, которую произвели на свет штабы кандидатов. Самые интересные ролики. Вокруг некоторых на этой неделе было особенно много разговоров. Репортаж Александра Христенко. Таким Жириновского избиратель еще не видел, уверяют авторы его предвыборных роликов. На это и ставка. Когда нам говорили, кухарка может управлять государством, мы понимаем, что это будет не та пища. Не только на трибуне, на митинге, но и в фартуке за приготовлением блинов или в уютной домашней обстановке с преданной собакой, у которой, по мысли опытнейшего политика, можно поучиться верности. Человек может брать пример, как нужно сохранять дружбу и верность. Показ животных, как и детей, в рекламе считается беспроигрышным ходом. Кроме собаки, в предвыборном видео Жириновского задействован и прославившийся теперь уже на всю страну ослик. Именно это животное, а не удалая тройка с бубенцами, символ современной России, сокрушается кандидат. Еле двигается, идти не может! На месте стоит вся страна! Шел! Опа! Шел! Защитники животных встали на дыбы. Вот этот ослик, который был ролик, он живет припеваючи. Самые лучшие в мире условия. На даче у меня, отдельно у него стойло, кормят его до отвала и ничего не делает. Жириновский. Или будет хуже? Выбирай! У меня все ролики хорошие. Это говорю не я, говорит молодежь. Геннадий Андреевич хороший ролик, беззвучный. Он едет, он выходит, такой мудрый, просто... То есть, все сделано. Этот ролик хороший. Миронов замучил эту Маркову, актрису. Видно, как советуют политтехнологи Прохорову. Как Барак Бабама в Макдональдсе покушал, прибежал Пышечку покушал. То есть, все копируют. Ничего своего нет. Я хочу жить в России высоких скоростей, быстрых и качественных дорог, эффективных решений в бизнесе и в политике. В штабе Прохорова не скрывают. Жанр, когда кандидат, например, выступает в окружении людей, заимствован из американской агитационной практики. Но контекст, тем не менее, свой, отечественный. Главное, чтобы нам не мешали. Не мешали сонные чиновники. Не мешали думские старцы. Они уже 20 лет обещают нам то, что мы умеем. И без них. Михаил Прохоров. Новый президент. Новая Россия. Основная идея в том, что Прохоров новый. Новизна. Новый президент. Новая Россия. Соответственно, слоган взят оттуда же. У нас было огромное количество слоганов. Я сразу скажу, они все тестировались на фокус-группах. Если ты родился самым высоким, ты просто видишь дальше всех. Впрочем, новый стиль и в видео другого кандидата. Выбора нет. Выбор есть всегда. Ролик, агитирующий за Геннадия Зюганова. Масштабные панорамы, быстрый клиповый монтаж, динамика. Требования времени объясняют в студии КПРФ ТВ. Зюганов никуда не спешит. Зюганов идет размеренно, уверенно, четко, согласно своей программе, которую мы, собственно, отразили в роликах. Идет целенаправленно к победе на президентских выборах. В эти 30 секунд мы постарались вложить все и динамику, и мощь страны. Пока свободою горим. Пока свободою горим. Пока сердца для чести живы. Это второе, как говорят авторы, философское направление телеагитации Зюганова. Мол, 200 лет прошло, а проблемы все те же. Причитатив в исполнении известных деятелей, среди которых народный артист Юрий Назаров. Что внимательного зрителя повергло в смятение. Ведь вот он, тот же актер Назаров, но уже в ролике другого кандидата. Душу и родину не продают. На том стоит. Тогда по рукам. Вот так. Спасибо. Все будет хорошо. Голосуй за Миронова. Мне звонят. С Кубани мне звонят. С Доном мне зашумятся. Это еще откуда. Ты что, Назаров, озверел? Он прянул? Что ж он двурушник туда-сюда? Вот. Я, понимаете, в общем, я имею полное право в суд подать. По версии Назарова, штаб Миронова позвал его на беседу, которая на деле оказалась записью агитролика. Из уважения к собравшейся большой съемочной группе, опытный артист решил остаться на площадке. Мы ручки пожали, так сказать, сыграли эту штуку. И потом, когда, значит, за кадром, уже меня в кадре нету, и не моим голосом, там поставленным замечательным баритональным басом, я не знаю, сказано что, голосуйте за Сергея Михайловича Миронова. Это не я говорю. Я этого не говорил. Из роликов за Владимира Путина больше всего разговоров было вокруг Чулпан Хаматовой. В нашей жизни нет ничего важнее здоровья детей. Владимир Путин ни разу не остался равнодушным ко всем просьбам фонда «Подари жизнь» и врачей, которых фонд поддерживает. Поднялась волна. Интернет наводнился разного рода догадками. «Смотрите, она почти плачет. На нее давили. Точно давили. Я слышал, ей угрожали отключить финансирование, снести построенную в прошлом году больницу. Они не люди. Они сказали, что убьют ее детей. О боже, Тиран, Гитлер, Сталин, Пол Потт». Это вакханалия, отреагировал пресс-секретарь премьера. В интервью газете «Коммерсант» Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Путин и Хаматова во время посещения премьером онкоцентра на этой неделе. Путин поблагодарил Хаматову за то, что та высказалась в его поддержку. Хаматова сказала, что хотя она не могла быть, например, доверенным лицом Путина, потому что мало что в этом понимает, но когда она что-то говорит в его поддержку, то имеет в виду чистосердечную поддержку. Включилась в дискуссию известная телеведущая и активный блогер Тина Канделаки. «Оппозиция готова принять в свои ряды любого, кто достаточно ненавидит Путина. Это и есть пароль, пропуск в ее, извините меня, рукопожатный мир. Как ты не любишь Путина, так что кушать не можешь? Скажи это, и ты герой, ты борец за свободу и демократию. Не нужно годами зарабатывать репутацию, не нужно никаких реальных дел, просто скажи это». В этом мире Ксения Ларина, Ирина Петровская, честные, непредвзятые журналисты, светочи демократии, а Алиса Френдлих, Олег Табаков, Армен Джигарханян, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, академик Михаил Давыдов, космонавт Алексей Леонов, дирижер Валерий Гергиев, «Все они торговцы совестью? Меня поражает безапелляционность нынешней информационной среды». Всего по информации предвыборного штаба за Путина на экраны вышло 100 человек.